Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги Иисуса Сына Сирахова, я читаю ее в синодальном переводе для портала экзегет. Ну, первое у нас сначала было предисловие, потом первая глава. Первая, она такая немножко загадочная, там все, премудрость, страх Господень, что это такое, не очень понятно. Кажется, одно и то же, премудрость и страх Господень. Ну, вот есть вещи, которые препятствуют человеку обрести эти качества. А можно как-то попроще? Мы что-то притомились. Да, говорит нам автор, сейчас будет попроще. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, вот давайте без этих сложных определений, ты решил служить Богу, то приготовь душу твою к искушению. Не, не барашка неси на алтарь, зарезать его и сжечь, а душу приготовь к искушению. О, как? Ты-то думал, ты Богу будешь служить, а все прям гладкою. Нет. Управь сердце твое, то есть владей своим сердцем и будь тверд, не смущайся во время посещения. Какого посещения? Когда Бог тебя посещает? Может быть, это беда, может, это пандемия какая-нибудь нагрянула, или там неприятности по работе, или там еще какие-то неурядицы. Посещение, Боже, ты хочешь ему послужить? Ну, так тебе на пуховой перине лежать тогда не очень удобно, да? А вот в кризисной ситуации становится понятно, ты ему служишь или нет. Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличат себе напоследок. То есть не говорится там, будь каким-то великим героем, аскетики, молитвенником потрясающим, просто прилепись к нему, как умеешь. Вот просто держись за Бога, и тогда все получится. Все, что не приключится тебе, принимай охотно. Ну, как же? Ну, столько всякой дряни случается. Принимай охотно, это твое служение Богу. А это твое испытание, твое искушение, говорит автор. И в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив. Как это? Как это? Я Богу решил служить, а меня унизили. Какие они нехорошие. Вот ты и послужишь ему тем, что ты будешь терпелив. Ибо золото испытывается в огне. Ну, метафора выплавки. Да, золото из руды через плавильную печь. А угодные Богу в горниле уничижения. Веруй ему. Веруй в него, мы бы хотели сказать. Но здесь веруй ему, то есть доверяй. Одно дело, верить в него, говорить абстрактные слова. Бог есть. Он такой-то. Целую диссертацию можно писать. А другое дело, вот в моей жизни что-то происходит. Господи, ну ты же знаешь, зачем это нужно. Я тебе доверяю. И он защитит тебя. Управь пути твои, надейся на него. Но пути управь, это не значит бессмысленно плыви по течению, куда тебя вынесет. Твои пути, да, то, что с тобой приключилось, это внешнее. А вот как ты себя в этом ведешь, это уже твои пути. Боящийся Господа, ожидайте милости его, и не уклоняйтесь от него, чтобы не упасть. Как человек падает, так клоняется от Бога. Боящийся Господа, веруйте ему, и не погибнет награда ваша. Он еще не объяснил, что такой страх Господень. В первой главе мы много об этом говорили. И он уже с нами так говорит, как будто мы знаем, как будто мы сами эти самые боящиеся Господа. А может быть, страх Господень или бояться Господа, это такое понятие, которое человек открывает постепенно. Вот он начинает с каких-то внешних ритуальных вещей, да, потом он начинает задумываться о смысле. Например, как тут сказано, принимай все, что с тобой происходит, как искушение. Не пытайся как-то вот в унижении за себя постоять, да. Вот это и значит бояться Господа, в том числе это. Но это и дает надежду. Боящийся Господа, надеетесь на благое, на радость вечную и милости. Радость вечную. Вечная жизнь уже имеется в виду? Вроде как напрямую нет, но похоже, что подразумевается. Иначе какая радость вечная, когда в этом мире все с нашей смертью лично для нас заканчивается? Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен. Иов, здрасте. Или я не прав? Или он не был постыжен? В конечном итоге. Или кто пребывал в страхе его и был оставлен? Да тот же самый Иов, я уж не говорю о каких-то менее ярких случаях. Или кто взывал к нему, и он презрел его? Ну, мне уже не ловко третий раз давать один и тот же ответ. Ибо Господь сострадателем и милостив, и прощает грехи и спасает во время скорби. Иова спас? А ведь, пожалуй, да. То есть, он не сделал так, чтобы все у него было хорошо. Но сделал так, что в конечном итоге это было ему во благо. Вот, наверное, что имеется в виду. То есть, не в каждый конкретный момент жизни Бог дает себе абсолютный комфорт. Ну, есть такое, знаете, Евангелие благосостояния, так это называют. В основном, конечно, в западном мире, но и у нас тоже запросто. Когда смысл веры в том, чтобы у тебя все было хорошо. Но не здесь и сейчас обязательно, а вот как бы в итоге. Горе сердцам, боязливым, рукам ослабленным, и грешнику, ходящему по двум стезям. Боятся Господа хорошо, а боязливое сердце боится всего, очевидно. Горе сердцу расслабленному. Не кардиология, конечно, имеется в виду, какая-нибудь там миопатия. Ну, состояние души, когда, ой, ну, ни на что не хватает душевных сил. Ибо оно не верует, и зато не будет защищено. Потом Павел будет писать о том, что спасение по вере дается человеку. Это уже здесь есть. Вера в Бога дает защиту от Бога. Горе вам, потерявшим терпение. Что будете вы делать, когда Господь посетит? То есть, когда какие-то придут не самые приятные минуты, это когда начнется то самое испытание. Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам его и любящие его, сохранят пути его. Боящиеся Господа будут искать благоволение его и любящие его, насытятся законом. То есть, закон не просто внешние рамки. Надо, приходится исполнять. Ну, налоги платить не любим. Ну, приходится, куда деваться. Нет, это не про то. Это когда ты прям вот не можешь насытиться исполнением этого закона. Как вкусной едой, как общением с любимым человеком. Боящиеся Господа уготовят сердца свои и смирят пред ним души свои. Говоря, впадем в руки Господа, а не в руки людей. Ибо каково величие его, такова и милость его. Ну, как Давид, когда ему Господь велел выбрать наказание для себя. Он сказал, страшно мне впасть в руки людей. Вот в руки Господа, потому что он милосерден, я себя отдаю. Ну, а что же параллельно к страху пред Господом. А вот в третьей главе узнаем, что сразу за ним. Субтитры сделал DimaTorzok